Добрый вечер в студии. Мы находимся на улице Троицкой на месте трагического пожара. К сожалению, новости неутешительные. Самые трагические предположения подтверждаются. В 15.30 спасатели обнаружили тело женщины. Часом позже обнаружено было еще одно. Но на тот момент спасатели сообщили, что его они видят, но добраться до него не могут. В тот момент не было известно ни пол, ни уж тем более имена этих людей. Как сказали нам пожарные, их установит экспертиза. Далее, пожалуйста, прямая речь. На теперешний час, на сегодняшнюю годину, виявлено еще одно тело. Проводятся работы по его вылечению и идентификации. Еще встановлюют, что это человек или женщина, еще достаточно неизвестно. Еще одно тело не достали. Работы сопровождаются с использованием специальных средств, которые визначают ступень риска. Геодезисты, залученные архитекторы, специалисты в этом направлении. Я отмечу, что спасатели каждый раз подчеркивают, что они работают в сложных условиях. И речь идет не только о том, что здание очень сильно выгорело, а о том, что сохраняется угроза обвала каждый раз. Вместе с ними работают геодезисты. И каждый раз, когда они идут вперед, нужно, чтобы специалисты обследовали это место, что сильно затрудняет поиски. Я также отмечу, что сейчас, когда световой день прекратился, аварийно-спасательные работы продолжаются в свете мощных прожекторов. Отдельно отмечу, что сейчас вы можете видеть за моей спиной специальные конструкции, которые установили бойцы Носгвардии. Их обычно используют во время массовых мероприятий, дабы как-то упорядочить толпу. На такую меру пошли, потому что каждый раз здесь очень много людей, и они норовят прорвать оградительную ленту. Здесь то и дело снуют большие грузы, которые вывозят мусор, который разгребают спасатели, просеивая в поисках останков людей. Сейчас известна последняя информация, что ранее сообщали, что количество пострадавших возросло до 32 человек. Но есть и хорошие новости. По состоянию на этот вечер уже 18 человек выписаны. 14 находятся в больницах. Отдельно отмечу, что в городской клинической больнице номер 1 сейчас находится тяжелый пациент. Это сотрудник ГСЧС, который в момент пожара вскарабкивался по пожарной лестнице, и на него упала девушка. К сожалению, девушка от полученных травм скончалась. Сам пожарный находится в тяжелом состоянии. У него сотрясение головного мозга и очень сильно поврежден позвоночник. Он находится в еврейской больнице. Его коллега, который получил сильные скелетные травмы, в частности раздроблен таз, переведен в военный госпиталь. В данный момент спасатели продолжают разбирать завалы. Никакой точной информации нет. И сказать, увеличится ли число пострадавших, найденных трупов, в ближайшее время нельзя. Но ранее спасатели надежды не давали, потому что они обследовали помещения, которые не были тронуты огнем. И сказали, что в них людей нет. Им в этом помогали кинологи. Собаки также не нашли ни одного живого. И обследован был также подвал. И, к сожалению, каждый раз мы получаем все неутешительные и неутешительные вести, которые подтверждают, что, скорее всего, большинство людей, которые числятся в списках на розыск, могут находиться под завалами и, к сожалению, их уже не вернуть. На данный момент у меня вся информация, которую я могу с вами поделиться. Мы остаемся на месте, дабы оперативно вас информировать о изменяющейся обстановке. Студия.